Здравствуйте, дамы и здравствуйте, господа, с вами Ультра Старк Найт, сегодняшним этим видео является офигенной новостью сегодня, вот прям вот сегодня 8 вечера начинается, у Арк Найтса коллаб с Рэмбоу Сидж, извините, мог неправильно пронести название, оно тяжело произносится для меня, короче говоря, тот известный супер-пупер крутой популярный шутер, вот вместе с ним будет коллаб у Арк Найтса, мы его ждали, мы о него надеялись, я о нем уведомлял где-то недели три назад, но думаю, сегодня вы хотите знать подробности, итак, во-первых, с сегодняшнего дня с 8 вечера по 8 сентября будет ивент большой, крупный, замечательный, фарм локации, ивентовый магазин, вот эти вот миссии ивентовые, можно за миссии ивентовые получить известного мемного чувака Тачанка, опять звездочный игуард, в данной игре он будет прикольный, замечательный, так сказать, легенда вот этой вот игры, можно будет получить его здесь, шикарно. Ивент, как обычно, будет разделенный напополам, сложные локации, средние локации, ресурсов, надеюсь, будет щедренько, так что давайте вперед, что называется, и вверх, своя история ивента будет полноценная, уж не знаю, как они ее ввяжут в события Арк Найтса, но надеюсь, что-то интересное будет еще и с точки зрения лора, но это не точно. Лимитированная гача, то есть эти персонажи, они вот будут здесь и больше их никогда не получить, потому что в обычных играх все-таки коллабы не реранятся, хотя тут я ничего сказать не могу, но вроде как не должны. Так вот, лимитированный баннер, с персонажами из игры Rainbow Six Siege, а так, Defense Tactical Collage, или Collide, но неважно, в общем, этот получается гача будет, у нас Эш шестизвездочный, стрелок, говорят, она просто офигенная, просто офигительная, не хуже, но она как-то просто другая, она отличается от Экси, и поэтому она не хуже Экси, она просто немножко другая, но тем не менее, это же очень интересно, это же очень круто. То есть персонаж, казалось бы, появляется, который что-то из себя представляет, такое необычное и интересно, еще и коллабный, то есть ее выбивать стоит, она очень интересная. И также в ее гачи будет Фрост, специалист 5 звезд, и Блиц Дефендер 5 звезд, тоже из этой самой игры. Гача пройдет по 1 сентября, что называется 1 сентября, грустный праздник. Не только они там будут в этой гачи, но на них будет, как я понимаю, рейтап. И в этой гачи будет особая механика, есть обычно лимитированные баннеры, это 300 роллов, учитывая, что многие люди угрохали огромное количество гачи на Даск до этого, это вообще как-то звучит просто безумненько. Поэтому здесь будет другая механика, здесь будут 120 роллов, за которых вы гарантированно получите Эш, 6 звезд, 120 роллов. А выбив одну из рейтапных 5 звезд, например Фроста, вам в следующем 5 звезд, который будет выпадать, будет обязательно Блиц. И наоборот, то есть это будет работать только один раз, но в любом случае это круто и замечательно, что вас с 5 звезд не прокатят как минимум. И все это звучит круто, стильно, весело и молодежно. Если забыть про то, что вышла летняя Чен Стрелок, и она, говорят, очень крутая, она конечно отличается по рейнжу и прочему, но все равно у нас как-то с супер-пупер крутыми стрелками, что называется, в этот раз полков прибыло. Выбивать стоит ее ради лимитированности, это конечно факт, но тем не менее, тут как-то вот, если вам нужен просто Стрелок, то может быть стоит немножко сбавить обороты, рано или поздно Эксия вам выпадет. Но если вы хотите забуриться в коллаб, благо в ближайшее время тут все равно ничего прям из ряда вон выходящего в гачи не обещают, будет этот пассейнджер, который вроде как никто не любит. И по большому счету мы хотим ждать, видеть и надеяться на кальцит, который будет дальше, как бы такая идея. Но кальцит она будет получается на новый год, и поэтому можно потратить ресурсы на эту коллабную уникальную гачи сейчас, потому что в будущем как бы будет кальцит, только совсем уже прям поздно, а на пассейнджера вы скорее всего не захотите тратить ресурсы. Бесплатный Тенрол дадут каждому в руки, светлое и радостное событие, но это бесплатный Тенрол будет работать только на данную гачу, и 1 сентября, что называется, Принцесса превратится в тыкву. Логин ивент за коллаборацию с этой игрой. В конце концов вы сможете на седьмой день даже получить Тенрол на лимитированную гачу, то есть фактически уже 20 можно раз крутануть его, это шикарно, просто забесплатно. Новые скины на Эш, Тачанку, Шварца, Лискарма, прикольненькие, но мне правда на Шварца не понравился, но кто-то тащится с него, говорит, красивый. Но вот эти вот новых персонажей мне тяжело оценить, потому что они просто есть, новые персонажи, на них и стандартный скин для меня новый, как бы и их покупной тоже новый. В свою очередь Лискарм, хоть она и мало места получила на баннере, тем менее она смотрится просто шикарно. Новые донат паки будут доступны у нас, обещают кучу всякого крутого стафа, ну зайдете в игру, посмотрите. Хотя я со своей стороны кусок скриншота с тем, что там внутри находится, все-таки вам приложу. Новый фордиторный сет смотрится миленько, похоже на этот шутер, с которым коллаб идет, вроде как фанатам должно зайти. Новый лаки-дроповый сет в Дором будет доступен, Валтер Интериор Сенсейшнс, и он будет падать иногда с карт со всех, но соответственно текущий лаки-дропный сет HR Офис Родос Айлендов будет более недоступен. И теперь бесплатная смена ника будет у нас до 1 октября. Будет выслана получается на почту карточка, и этой карточкой можно будет сменить свой ник, но вы должны понимать, что дополнительный идентификатор, который 4 цифры, тоже сменится вместе с ним на рандомный. Так что сорянба. И эти все письма с сменой идентификации можно будет получить до 1 октября. То есть это не обязательно, что именно только сейчас вы зашли и вам это дали. Нет, до 1 октября, если у вас будет возможность зайти в игру, даже с нового аккаунта вы сможете сменить ник, если вам это зачем-то понадобится. Необычная прикольная идея, спасибо разработчику. И гораздо важнее будет новый игровой режим. Пройдет он также до 1 сентября, приурочен опять-таки к коллабу. И здесь вы сможете играть вместе со своим другом, или присоединяться к случайным ребятам и проходить специальные уровни, а потом даже тратить, как я понимаю, в магазине каком-то особенном ресурсы, которые вы здесь заработали, валюту. Прикольно, для того, чтобы попасть в этот режим, по сути это получается мультиплеер, нужно будет пройти уровень 2.10, и у вас все же будет открыто. И первый уровень ивента, шикарно. Поэтому, пожалуйста, ребята, будем посмотреть. На стриме сегодня в 8 часов вечера загляну. Надеюсь, что-то хорошее получится. В том числе и в мультиплеер поиграем. Всего хорошего. Удачи, пишите, что думаете насчет данного коллаба. Вступайте в Дискорд. Пока-пока.